МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе вообще-то в распространении наших знаний разделились. Одни пользуются положительными методами, от положительной системы работают, а другие недопонимают многие их процессы и пользуются отрицательными методами. Я скажу, что нужно распространять бумажные книги, так как они несут положительную энергетику и положительно влияют на развитие души человека. Если же книги распространяются через интернет, то там энергетика книг меняется. Тексты или становятся... энергетика падает до нуля, или даже может измениться на отрицательную. Почему я вот и говорю, что плохо через интернет распространять большие тексты, и тем более полностью книги. Что получается? А получается то, что человек читает книгу, а никакого развития его душа не получает. Он не заряжается высокими положительными энергиями. А высшие вот так построили тексты, что только бумажные книги дают положительную высокую энергетику. И таким образом всё-таки надо стараться переходить на бумажные книги. А если кто-то скажет, что вот электронные там книги, всё-таки они познавательны, да? Ну, общее какое-то представление дают. Но если вы хотите всё-таки подняться на более высокий уровень развития, то должны читать бумажные книги, вдумчиво. Во-первых, когда электронную книгу человек читает, у него часто может происходить перепрограммирование в отрицательную сторону. Это тоже вредит. Вот такие тонкости люди не видят. И когда они берут на те методы, я им говорю, что извините, но я против такого распространения. Люди, бывает, обижаются. Но я каждому не буду это писать вот так, да? Я вам всем говорю, что правильно, а что неправильно. В действиях каждого посланника я вижу и низкую, и высокую сторону. Это мне давно. Но я не говорю человеку, что ты что-то делаешь неправильно. Потому что это его выбор. Я могу подавать только совет. А человек уже должен сам выбирать. Или подниматься вверх, или деградировать. Если приуслушается к совету, значит, да, то пойдет по положительному пути. Что-то подкорректирует у себя. Вот вы знаете, ведь много было наших русских посланниц, которые ушли не вновь, и девушек, и молодых людей, которые повернули не в ту сторону. Они сами ушли в тупиковую веть в развитии и увели за собой очень много людей. Потому что некоторые группы насчитывают по тысячу человек. А я вижу, что они пошли совсем не туда. Это... Ну, это идет война через Амагеддон, да? Это идет война белого братства с темным. И поэтому отрицательная система, она подсовывает всякие такие... делает всякие ухищрения, чтобы сбить истинного пути и увести человека в сторону на путь к деградации. Кроме того, я могу сказать, что в вашу среду были внедрены и отрицательные миссионеры. Цель их была специально уводить за собой людей в сторону. И я надеюсь, я вот предупреждаю об этом, например, очень много миссионеров, которые пытались... были на Украине. А в результате что получилось? Да? Между прочим, Украина, она виновата перед бывшими очень. И поэтому это карло за то, что она не пошла духовным путем. там нужно было создать ряд духовных групп, через которых в России должны были пройти большие деньги на создание духовного центра. Деньги шли из других стран. А вот эти деньги-то, они там и застряли на Украине. Все. И после этого, значит, как раз, ну, ждешь год, три, четыре, а деньги для духовных, все говорят, да, они там оформляются, да, они пересылаются. И в результате, когда уже началась война, то понятно, что это высшие. Терпение высших тоже, оно не ограничено. И вот вы видите, что это для Украины это наказание. И, кстати, вот, допустим, сейчас распространился плагиат сильно. Это когда вот берут наши книги и присваивают себе информацию. Вот одна женщина, ну, до того внаглела, украинка, да, я скажу, что это Любченко Жанна Павловна, что она 19 книг своих написала в интернете, вы уже абсолютно копируя наши тексты. Вот абзац играла и в разных сочетаниях. И, ну, я-то, я сразу вижу свои тексты, я их узнаю, и против каждого ее абзаца, я свой абзац ставила, и это, но я не стала потом распространять, думаю, зачем это связываться. И через... Но свыше ее наказали. Ее родной город, Мариуполь, вот сейчас, сдал дядь, потом она жила много лет в Магадане у нас там, на Дальнем Востоке, да, а там в этом году тоже было наводнение. То есть там, где она жила, вот эти города, они попали в большие неприятности. Ну, это мое, конечно, предположение, я думаю, что это уже наказание, идущее ей свыше. Ничего безнаказанным не остается. Но почему вот этот плагиат еще плох? Потому что люди сильно искажают нашу информацию, многого недопонимая. Вот та же, эта же, Любченко, что у нас написано, что существует положительное и отрицательное развитие. Соответственно, одни люди положительные идут в иерархию Бога, и другие отрицательные идут в иерархию дьявола. Но она это как восприняла? Она давай так трактовать, что ребенок изначально родится сразу полностью отрицательный и то есть в нем нет энергии и янь вот это вот, да, вот она отрицательный или полностью положительный. То есть идет искажение, она не понимает процессов. А физическая оболочка, она всегда будет содержать и положительное, и отрицательное. И так же все временные оболочки, они обязательно будут содержать энергии плюса и минуса. Ну и в общем это объясняю долго, но я просто это как пример неправильного понимания. Ну и там очень много таких вот искажений, когда человек пытается все-таки что-то от себя нести, а в результате оказывается, что он искажает наше учение и вводит в заблуждение других людей. Кто-то читает ее книги? Таким образом любое учение должно сохранять чистоту. И с этой целью как раз вот мы боролись за создание и за издание красных книг. Красные книги это они несут наиболее такие правильные тексты, обладают наилучшей положительной зарядкой и это новое издательство и пропустало маленькими тиражами и они распространялись в основном по библиотекам. КОНЕЦ